Всем привет! Сегодня представляю новую версию гранатомета RPG-7 под иглы от Strykart. Какие же обновления появились в данной версии? Итак, в первую очередь прицельные колодки были приспособлены под оригинальные прицельные приспособления. Это Celic и мушка от RPG-7. Далее, теперь можно использовать оригинальные накладки от RPG-7 как на пусковом устройстве, так и на центральной ручке. Также полностью переработан OSM. Сейчас я продемонстрирую его приблизительную работу. Теперь OSM практически полностью повторяет оригинальное пусковое устройство. Значит так, чтобы произвести выстрел нам необходимо замкнуть два этих контакта. Чтобы произвести выстрел нам необходимо нажать на спусковой крючок, но спусковой крючок блокируется предохранителем. Зажимаем предохранитель, нажимаем спусковой крючок. Ударник с контактом смыкается с другим контактом и происходит выстрел. После того, как мы отпускаем спусковой крючок, включается разобщитель и он размыкает контакт. Это сделано для того, чтобы вы сразу же не запустили иглу после того, как вставите ее в растров. Для производства следующего выстрела желательно снова завести курок. Курок заведем и делаем все точно так же, как в первый раз. Выстрел. Вот так. Так, с обновлениями я вас познакомил. Теперь я хочу попробовать пострелять вновь по красному кирпичному зданию через прицел ПГУ. Сейчас я установлю крепление для камеры, чтобы заснять из другого ракурса и мы продолжим. Стрелять будем по прицелу ПГУ по сетке, предназначенной для гранат типа ТБГ и тандемов. Хочу попасть в красно-кирпичное здание, а желательно вообще в дверной проем. Заряжаем. Поехали. Поехали. Взрыва не видно и не слышно. Попробуем еще раз. Еще один снарядик. И опять непонятно. И опять непонятно, куда он улетел. Какой можно сделать вывод? Надо проводить испытания, когда нет снега. На этом по испытаниям гранатомета у меня все. Также хотел сделать небольшое объявление. Теперь у меня появился Бусти. Так как на культе возникают постоянные проблемы с приобретением моделей и выводом средств. Поэтому все платные модели теперь размещаются на Бусти. Также на Бусти можно подписаться для тех, кто хочет поддержать канал. Для подписантов есть небольшие бонусы на страничке. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Будьте живы и здоровы. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok